Сегодня мы являемся свидетелями важного для нашего города события – завершение первого этапа строительства дорожной развязки в Зашикснинском районе. Этого ждали. С проблемами пробок на въезде в Зашикснинский район столкнулись многие, поэтому и было принято решение расширить Октябрьский мост, проспект и построить транспортную развязку. Ремонт включил в себя увеличение числа полос на мосту, строительство широкой улицы Раахе, реконструкцию поворота на Лесное. Работы начали в середине лета, и сегодня первый этап работ завершен. 190 миллионов рублей инвестиций, почти два года работы вместе с проектированием. И сейчас мы видим уникальный результат. Пропускная способность моста увеличивается более чем на 50%. И мы с уверенностью можем сказать, что благодаря принятым решениям город спокойно будет работать и существовать, жить и развиваться до строительства второго моста через реку Шексна, строительство которого планировалось в 2017-2018 году. Работы действительно шли в ускоренном темпе, несмотря на погоду, чтобы открыть развязку ко дню города. При этом качество не должно было пострадать. Такую задачу ставили чиновники. Я считаю, что это очень важно, потому что о власти люди судят прежде всего по практическим делам. Не по намерениям, не по словам, а по крайней мере в Череповце это именно так. Коммуникации, освещение, новые светофоры и знаки, дорожная разметка и остановочные комплексы. Новый участок Рахи тестировали с прошлой недели. В это время строители закончили укладывать асфальт на новых полосах дороги. Провели и благоустройство газонов. Некоторые заметили их необычный зеленоватый цвет. Строители позаботились не только о качественном дорожном покрытии. С помощью специального вещества вот с таким зеленым красителем они укрепили еще и почву от эрозии, ветра и воды. Такое активное строительство было бы невозможно без сотрудничества властей Череповца, Вологодской области, поддержки депутатов, а также самих горожан. Некоторое время назад было принято принципиальное решение о том, что транспортный налог с физических лиц целиком поступает в муниципалитеты, в муниципальные дорожные фонды. И в том числе вот это решение в числе прочих, в числе привлеченных федеральных средств и, конечно же, в числе принципиальной поддержки города со стороны региональных властей, со стороны губернатора. Это позволило открыть развязку и позволяет достаточно вести активную дорожную деятельность по строительству, по реконструкции, по ремонту дорог. Люди, которые сворачивают сюда, они могут выезжать, выехать нормально. И будет меньше пробок, мы надеемся. Остается, когда построят мост еще один, еще меньше пробок будет. Ну, у нас тоже есть машина, и нам будет очень удобно, вот дом у нас рядом, выезжать, чем раньше. Маленькая дорога узкая была, а теперь широкая. Вот специально пошли посмотреть. В любом случае что-то новое, оно замечательно. Прекрасно. Город старается. Дай Бог, чтобы пробок не было поменьше. Ну да, главное, чтобы пробок было поменьше. А дальше увидим, поездим, увидим. Ремонтные работы по строительству развязки еще не закончены. До конца года дорожный строитель обновят поворот на лесной и завершат расширение съезда с Октябрьского моста. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости.